Большой-большой секрет Не пищит ли лифт, не пищит ли лифт Ага, парни, значко, на гром Да, 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 да Как тебе вещи? Что говоришь? Двигай ещё Куда? Тебя? Для тебя? Нет, вверх Ура линии сделать Давай вот буковки будут Какая была буковка? Осью зелёную Пробивай Там, старт, да Перед пастелём Теперь иди на версту Аккуратненько Всё Хочу лежить Да не надо так Пусть будет, заклеим Вот тут поспел Вот тут поспел Ну не вижу Док поспелёжай Молодец Пошёл туда Вот тут тут Чего? Чего? Всё Всё Храбы идут не надо А вот тут А вот тут Прямо вот здесь Уголочек Всё Сейчас Рыжи Сейчас поставлю Дальше Нам показать куда нам хочет Куда нам Встали Очень Познавим А вот тут Поплаживаться Надо Пойти помочь Надо Хехехе Линейку дать Метровую Нет Сами Не надо Не надо короче делается шаблон перелива угла трубу я не успел потому что алексей уже элементы я хотел все полностью пока как элементы изготавливаются все как разрисовывается поэтому если получится только с нему как уже монтирует это если получится ну как-то так цветочек я вижу панарон мне нужен волчин такой маленький желобок пленки проходит Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Думаю что такое навалилось Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Так здесь прорисуем Куда идет Есть? Добавил DimaTorzok 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 Но там такой момент, что здесь подводится в двойной, а дальше идет в одинарный фальц. Здесь же все закатанно в двойной фальц. И показать вам вот этот узел. Так, естественно, я не хотел снять и обход трубы полностью. Вот, и тоже не получилось. Вот, и сейчас я приехал на объект, и уже по факту вам показываю, что здесь сделано. Ну и пояснить. Единственное, конечно, здесь, вот здесь видите территорию, она вся в глине. И когда поднимаемся на крышу, к сожалению, остаются следы. Ну, скажем так, классический обход трубы фартука. Здесь у нас стоит пакет с клеймерами. Вот, здесь будет вен конек у нас. Здесь вот такой обход трубы, еще не доделанный, потому что здесь будет еще подворачиваться все. Здесь вот так вот. Ну, здесь, получается, у нас будет вен конек, и он будет упираться в трубу. Но, скажем так, опять же, не буду ничего обещать, успею я это снять, не успею. Постараюсь, во всяком случае, постараюсь снять, как делается каркас конь-конь-конь-конь-конь-конь-конь. Везде быть, и там, и там, и там, и там, вот, и я реально просто не успеваю. Этот узел тоже покажу, потом на Макете, наверное, где-нибудь, так будет проще. Может, ближе к зиме, там, я не знаю, ну, зависит все от времени, которого, как всегда, нету. Вот, еще вот сейчас вот ставлю ролик сюда, и там будет момент, где я здесь прикладываю уровень. Переливы показать. Вот так вот. Вот смысл в чем. Давайте здесь покажу. То есть, почему, вот, уровень мы посмотрели, там, конечно, ветер, здесь был дождь такой сильный, вот, поэтому, может, что не слышно, но поясню. Уровень поставили, когда сюда, вот, где-то до планки 10 сантиметров получается, это уровень подводки. Вот, то есть, если, допустим, здесь набирается сильный дождь, да, или, там, будет каша, или что-то еще, получается, что уровень перелива, когда будет вода наполняться, она не будет уже идти под картину. Вот, она будет уже переливаться сюда. Ну, такого, конечно, за свою практику вообще не помню, но по технологии надо делать вот так вот. То есть, уровень зацепа от полки желоба, вот, этот уровень, ну, когда картина цепляется, должен быть нигде-нибудь, если вот, уровень поставить, и он будет где-нибудь вот здесь вот. То есть, это будет уже неправильно. Вот. Надо делать так, чтобы от уровня перелива до места подводки картин у вас было минимум 5 сантиметров. Вот. Далее. Можете заметить, у нас есть деформационный зазор, где-то 5 миллиметров, вот. Это, наверное, случай тот, когда будет зима, когда металл будет подтягивать, то есть, сжиматься, да, физика, у него было место, куда подтягиваться, чтобы не выворачивать картины, не поднимать. У него есть деформационный зазор, который будет, играет важную роль при линейном расширении металла. Далее. Эта планка зацепа, клепается она глухими клепками. Так, сейчас я, секундочку. Это я здесь видел, клепка валялась. Ха-ха-ха. Вот она. Вот она, клепочка. Она не вентиляционная. Она вот такая вот. Глухая. Вот. То есть, она герметичная. То есть, когда вы приклепываете и можете сделать, скажем, ванночку, да, можете сами проверить, вклепать вклепку и налить туда воды, то соединение будет абсолютно герметичное. Плюс, я как-нибудь это сделаю эксперимент, вклепаю и на видео сниму и покажу, что действительно это герметично. А то там в комментариях не трепетит, на инстаграме, что это же дырка. Нифига подобного. В том числе, когда планку ставите, вот у нас, если здесь не видно, это фальцгель. Вот. Ну, чтобы здесь, отсюда, туда, видите, она же не везде, вот она сидит. Получается, что туда вода не могла пойти. Вот. Поэтому эту зону полностью герметизируем. Вот. Далее. Получается, что, кстати, планки, планки, вот видите, ставятся впритык, а не в нахлёст. Вот. И когда здесь уже картина потом будет монтироваться, эта местность здесь полностью герметизируется. А вот. Потом, видите, вот это называется водный фальц. То есть, отворот, водный фальчик называется. Делается для того, даже если сюда как-нибудь пойдёт вода, она упрётся в этот водный фальчик. И на этот водный фальчик мы укладываем сул. Вот. Он ложится для того, если посмотреть вот сюда, картина плотно прижимается сюда, чтобы не было подсоса воды. Вот. Мы как-то на одной крыше вскрывали похожее место. И была вот такая, знаете, каша. Каша снега мокрого. Вот. И когда мы вскрыли это место, вот, ну, убрали всю эту кашу, вот, и вскрывали место. Там надо было кое-что сделать. Вот. И водичка, водичка, которая подсасывала, она была, вот если мысик, да, вот она, как бы, вот сюда вот так вот, получается, зашла капелька, да, и даже вот сюда не пошла, вот в эту полочку, вот. Она вот так взяла и отсюда выбежала. Прям вот, ну, когда пыль, да, вот пыль остаётся вот такая вот. Вот. Она здесь была пыль, и вообще не было намёка на какие-то подтечки. И после того времени мы стали применять всё время вот такую конструкцию. Вот. Кстати, если делает, допустим, из металла такие, как-то цинк, ну, там, титан-цинк, да, называется ещё, то эта планка, она здесь вот припаивается. Вот. И, ну, я собственными глазами увидел, когда... Этот узел реально работает. Ох, солнце вышло красиво. Вот. Что ещё? Сделанного показать. То есть у нас... Да, это объём уже сделанный практически. Вот. Ещё раз показать поближе всё немножко. Немножко. Этот узел. Здесь, получается, вот эта картина идёт туда, до конца, примерно до отсюда. Вот. Потом, 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 потом. Да, она уходит дальше вот сюда. Вот так вот. И здесь потом ставится такая силовая планка. Как вот на лотке я показывал, только здесь, вот, ставится силовая планка. Так вот, и потом яндовая, за неё уже подводится. Вот. Как-то так. Здесь пришлось сделать вот этот фалькс, потому что линия этого стенки идёт прямо, и потом, видите, туда уходит. Поэтому пришлось сделать из двух элементов этот узел. Дальше. Идёт. Оп, сюда. Эти. И полетела. Воронку. В том же ролике, где я снимал, ну, светом, в дождь, видно, как этот узел работает. То есть вода, которая идёт по этой картине. Есть направление фальксов. Вот, воды. Чтобы вода по ним стекала. Идёт сюда, и убегает уже в воронку. Сейчас, ребята, зашит вон там треугольник. Вот. Вот здесь, на этом скате уже готовится. Жёлоб. Вот, смотрится, насколько... Сначала был шаблон. Здесь мы поставили шаблон. Посмотрели, насколько металл может... Сейчас спущусь. Объяснить. На сколько металл может растянуться в ту сторону. Вот. И поставили костыль. Вот. То есть, отсюда тоже будет жёлоб. Одним целым. То есть, отсюда и до воронки. И вот уже лежит элемент. Отсюда. Вот такой вот треугольник, видите? Вот он лежит. Уже готовый. Этот жёлоб поставится. Сформируется вот с этим лотком. Кстати, тоже не снял. Вот. С этим лотком. Сделается вот так уже. Вот, поднимется, сформируется фальчик. И уже поставится вот этот элемент. И эта деталь, с этим, с этой деталью, получается, она уже сфальцуется. Потом уже поставится вот этот жёлоб, который сфальцуется вот с этой деталью. Вот. Ну и... Здесь ещё интересный узелок будет. Вот. И потом уже, когда всё, картина, в основном, всё закидается, уже будем делать вен-коньки. Конструкции вен-коньков. Фасад. И всё. И на другой объект. Интересный тоже. С радиусная крыша будет. Вот. Как-то вот так вот. Как-то вот так вот. Надеюсь, ничего не забыл рассказать. Конечно, для многих, многие вещи непонятны. Конечно, хотели бы многие увидеть обход трубы, как делается, наверное, да? Вот. Я обязательно сделаю. Сделаю обязательно. Вот. Но всё зависит от времени. Времени, которого практически нету. Вот. Ну вот как-то так. Ну вот так вот... Продолжение следует...